Я приветствую многомиллионную аудиторию КПТВ. Это высокотурбулентное Армагеддонс-поп-шоу от Ататара Шаловича Кушунашвили. В знаменитом триллере «Семь», где снимались Морган Примен, б***ра по имени Гвинен Пелтру и красавец грузинского происхождения по имени Брэд Питт, есть эпизод, когда Гвинен Пелтру, стесняясь по фильму, она играла роль супруги Брэда Питта, пришла с советом к Моргану Фримену в фильме, игравшему роль наставника Брэда Питта, и сказала ему, что Брэд Питт стесняется, боится, стращается сказать ему, что она беременна. И спросила у Моргана Фримена, темнокожий актер, надеюсь, вы знаете, о ком идет речь, спросила ближе к финалу фильма «Семь», знаменитого триллера, почему он не завел детей за годы доблестной работы в полиции. Морган Фримен посмотрел внимательно Гвинен Пелтру и сказал ей, вы думаете, в мире, где мы живем, надо рожать детей? Можно рожать детей? Возможно ли, чтобы я обзавелся семьей и решился родить детей в этом мире, исполненном дерьма, злости, ненависти людей друг к другу? Гвинен Пелтру в этой сцене, в кафе, если вы пересмотрите фильмы, с трудом сдержалась от слез. Морган Фримен, тем не менее, этот страшный фильм заканчивает словами, все-таки этот мир стоит того, чтобы жить. После гибели деда Хасана, выдающегося, как я теперь понимаю, деятеля государственного масштаба, гораздо более великого, чем Иосиф Сталин, Иосиф Кобзон, и даже величавее, чем Надежда Бабкина, выдающийся деятель культуры, политики, спорта, бизнеса, теперь я понимаю, что мир сошел с ума окончательно. Потому что, когда мы готовились к этому выпуску программы «Каково», я, как всегда, исходя из убеждения, что вам нужно поднимать настроение, а я клоун, коверный, причем коверный высочайшей квалификации, я подбирался к совсем другие новости. Это должна была быть антология новостей оптимистического склада, это должна быть подборка новостей, которые излучают оптимизм, вселяют в вас оптимизм. Но приходится говорить, что с тех пор, как я приехал в Москву с 92-го года, ничего не изменилось. Убьют такого, как дед Хасан, и ты выясняешь, что ничего в стране твоей не поменялось. Теперь обещают нам передел криминальной сферы. Поэтому в рамках программы «Каково» я успею сказать хоть то, о чем собирался сказать. Тем не менее, книги выходят. Наверное, эту книгу прочел бы с большим удовольствием дедушка Хасан, но он не прочел, и ему передадут там, в раю, где он оказался. А судя по тому, что о нем написали, это был настолько чистый, благородный человечище, что он читал и книги. Лев Анинский издал книгу «Русские и нерусские». Лев Анинский – один из самых выдающихся литературоведов, литературных критиков, писателей, общественно-политических деятелей, уже без кавычек. Лев Анинский – один из тех, кого нужно читать. Цитату из книги «Лев Анинский. Русские и нерусские». Именно интеллигенция больше всего втаптывала в грязь Советский Союз. Именно она способствовала его концу. И именно она теперь в растерянности спрашивает себя, зачем все это произошло. Стало ли ей лучше, и откуда в сердце такая тревога. Это разговор про империю, про имперские замашки. Про то, как мы хотим жить в окружении народов, которые отказывают нам теперь в первенстве. В стратегическом. Теперь, когда про Китай разговоров гораздо больше, чем про нас, и мы чувствуем себя уязвленными, ущербленными. Теперь, когда наши амбиции под названием «Мы первые в мире», как бронетранспортер «Хрустальный бокал» разламываются и переезжаются всеми имперскими машинами уже американского, а говорят уже на подходе и индийский бронетранспортер, метафорически выражаясь. Читать такие книги необходимо, потому что она о месте России и русских в меняющемся мире, о межнациональных отношениях. Комсомольская правда пишет об этом, а КПТВ освещает эту проблему. Уверяю вас, что в стране полно проблем, которые не имеют никакого отношения к дедушке Хасану. О мертвом либо хорошо, либо ничего. Ну, о таком человеке хорошо я сказать не могу, поэтому прекращаю в этом месте говорить о нем вообще. В этой книге про то, как мы окажемся перед лицом большой беды, перед лицом мультикультурного мира, который во Франции, где послали на *** Николя Саркази, потому что он не мог с городскими, уличными, народными волнениями справиться, где приехавшие иммигранты теперь сжигают все подряд. Мы окажемся перед большой бедой, если такие книги не станут у нас насильными, обязательными к чтению и к разнокомлению. Программа «Максимум» – показать все, что скрыто. Закрылась программа «Максимум». Максимально окунувшая все на свете, все святое. Я был много раз участником этой программы. Понятное дело, что мне как носителю рожи, не бог весь какой, согласен, не надо ее критиковать. Сам знаю, что не Энди Гарсия и не Брэд Питт вышеупомянутый. Тем не менее, я ходил в программу «Максимум», потому что время от времени, когда Глеб Пьяных, со своего исторического тона девушки, которую имеют шестеро и по кругу, переходил нормальный человеческий разговор, я вспоминал, что первая профессия Глеба Пьяных, теперь уже не ведущего программы «Максимум», газетный журналист. Он работал в газете «Коммерсандели». Это был очень толковый публицист. Что будет дальше с Глебом Пьяных, я не знаю. Но Андрей Малахов, мой коллега и мой товарищ, как это не противно слушать всем остальным ведущим КПТВ, сказал, что программа «Максимум» в том смысле достойна сожалению ее похороны, что она сдала тренд. Я ненавижу эти варваризмы, эти слова, залетевшие в великий русский могучий язык с инородного происхождения. Но есть такое слово «тренд». Программа «Максимум» задала тренд. Ничего святого, скандалы. Понятное дело, что мы смотрели эту программу «Развлечься». Но что-то стало меняться. Наверное, не Лев Анинский, конечно, тому заслугой, и не программа «Каково» на КПТВ. Что-то стало меняться. Людей уже перестала устраивать ненормативная лексика. Я не к тому, что 16+, 18+, это правильный закон. Но люди устали от того, что кто-то из у***ов, из артистов. Кстати говоря, я вовремя повернулся аккурат, попав пальчиком своей священной культяпки в ту барышню, которая 18 раз развилась. Людям уже читать про то, как человек пошел в ЗАГС имени Грибоедова 32-й раз и уповает, что это окончательное решение матримониального вопроса. Люди устали от этого. Людям нужно что-то другое. Может быть, мы возвращаемся к чтению книг, к узнаванию того, что хоккеист Евгений Малкин опекает детские дома. Может быть, новость о том, что хороший русский хоккеист Александр Овечкин обвенчался с хорошей русской девушкой Марией Кириленко, которая теперь в эти же дни, когда выходит программа «Каково» в свет, защищает честь Родины на открытом чемпионате по теннису в Австралии. Может быть, эта новость гораздо важнее новости о том, что у Сергея Зверева наконец-то в его 52 выпал шестой молочный зуб. Может быть, важнее? Может быть, в этом есть плюс? Не знаю, не уверен, что все, о чем я говорю, это повод для стабильного разговора о торжестве добра. До этого еще очень далеко, очень далеко. Когда газеты рассказали о том, что программы, съемочные бригады программ, пусть говорят, и прямой эфир с Михаилом Зеленским на канале «Россия», устроили драку на пороге квартиры, где жил бедный, несчастный, мигом постаревший отец Алексея Кабанова, той самой тв***, который задушил жену, расчленил ее, а потом долго прикидывался, что ищет ее, сбившись со всех ног, и поднял всю мировую общественность, и, может быть, даже дедушке Хасана, теперь я спросить его не могу, чтобы он помог найти жену и изображал скорбящего. Съемочные бригады двух вышеназванных федеральных программ устроили драку. Победила съемочная бригада, пусть говорят, она отметерила всех эмиссаров Михаила Зеленского. В эпоху, когда я вижу эту картину, как на пороге квартиры, мои коллеги бьются на ногах, с***, хотели эксклюзивное интервью, умрешь, т***. Он нам первый обещал, на, на, возьми, ты с***, вы едите в машину, быстро отведите его. Он нам сказал, что скажет про сына. И у кого будет эксклюзив? У кого? Победил первый канал. Не к тому, что России нужно мобилизоваться и в следующие съемочные экспедиции нанять Тавгая, телохранителя, бодигарда, чтобы избили ему смерть теперь тех. Это все симптомы, болезни практически непреоборимой, неодолимой и неизлечиваемой. Какую таблетку выдумать, чтобы люди пришли в себя? Этот бедный папа, который пошел в прямой эфир на Первом канале и говорил, вообще-то он рос нормальным ребенком, его довели до слез, потому что отец, сын, чей сын оказался хладнокровным убийцей, еще и просчитанным. Это же продолжение той серии, которую не так давно начал Виноградов, пришедший с оружием в офис и ухайдоковший всех своих коллег, только потому, что ему было отказано в высоких чувствах. Это просчитанные люди, подводящие террическую базу под свои убийства. И тот самый дедушка уже не самое страшное у нас. И драка съемочных бригад за эксклюзив уже не самое страшное. Самое страшное, что рубрика «Книжная новинка» в программе «Каково» растворится в пространстве, потому что если мы не заставим наших детей читать книги, если мы не заставим, извините за непедагогическое слово, если они все время будут раскрывать комсомольскую правду или любое другое издание и читать только про этих людей, вот тех самых, кто расчленил, кто расстрелял коллег из автомата полгода до этого готовит. Если мы не будем принуждать их в хорошем смысле слова подчиняться дисциплине, нам хана. Программа «Каково» затевалась как юмористическая программа, как калейдоскоп событий, которые вызывают улыбку. Но все чаще и чаще мне приходится говорить об ужасах. Этими ужасами пропитываются все поры жизни. Я хотел бы рассказать о Большом театре, куда я ходил с друзьями на одну из постановок. После критики, которую я слышал про Большой театр, я думал, что я пойду и увижу какую-то сырую, рыхлую, корявую постановку. Я был воодушевлен тем, что я увидел. Все-таки это имперский стиль, это орнаментальное барочное украшение всего. Это преподнесение азов искусства в такой обертке, которая умеет делать Большой театр. Это наше советское, а теперь российское искусство. Но на второй день после этого, когда плеснули серной кислотой в лицо Сергею Филину, мне приходится и эту тему переверстать. Мы говорим о кознях внутри Большого театра, вместо того, чтобы обсуждать, как там интерпретировали Пушкина, или как там поставили оперу Верди. Теперь мы говорим про парня, который умирает в больнице. Умирает в больнице, потому, может быть, не в буквальном смысле, но его лишили теперь того, что будет для него пропуском высшую лигу. Будет ли он трудоспособен, мы не знаем. Мы знаем только то, что какой-то человек не нашел возможности с ним договориться. А кликнул на темной улице и плеснул его. Плеснул его серной кислотой. Он был такой же хладнокровный, умопомешанный, буйно помешанный, как все те, о ком мы говорим. Я долго искал, чтобы сказать вам хорошего в этом выпуске программы «Каково». Я нашел это хорошее. Несмотря на то, что внешне это хорошее выглядит как абсурд. Министерство культуры вывесило на своем сайте список из 100 фильмов отечественных, которые обязательны к просмотру учениками 6-7 классов. Представьте, что я хотел в этот момент сказать. Если вы не знакомы с этим списком, у вас под рукой есть интернет, и сразу после программы «Каково» на КПТВ вы можете обратиться к этому списку и посмотреть. Единственное, чем я хотел вас развеселить. Там нет фильмов моего земляка Данелья, Негорюй, Афоня. Там нету, конечно, 6-7 класс. Там нету таких фильмов. Инициатором этого списка был, разумеется, выдающийся детям всех времен и народов Никита Михалков. Как вы думаете, чьих фильмов больше всего в этом списке? Надеюсь, вы достаточно сообразительные люди, чтобы я сказал, что Никита Михалков себя не обидел. Я искал глазами тех, кого я считаю, я считаю. А у меня не самый худший вкус. Он чуть лучше, чем у Ани Семеновича. Я не досчитался там Кирой Муратовой, Александра Сокурова, Алексея Германа Старшего. Зато удивительным образом там есть те, с кем дружит выдающийся режиссер всех времен и народов. 6-7 класс. Это мои дети, средние. Не будут смотреть фильмы, которые в этом списке. И я скажу вам даже почему. У моих детей есть хороший папа. Мои дети посмотрят «Отец солдата». Не потому, что это грузинское кино, а потому, что это кино про то, как можно любить, невзирая на обстоятельства. Мои дети будут смотреть фильмы Марлена Хуциева, которого черт догадал встать в оппозицию к Никите Михалкову, и его списка там нет. Мои дети будут смотреть «Весну на Заречной улице», потому, что более нежной картины про то, как нужно беречь это хрупкое чувство, исполненное трепетных ферментов, нет. Мои дети, в том числе, согласен, будут смотреть «Неоконченная пьеса для механического пианино». Ну уж точно не две части «Утомленных солнцем». Мои дети будут смотреть кино только после того, как научатся читать книги. Потому, что хоть Ленин и считал кино важнейшим из искусств, но мы же все знаем уже, что Ленин был пи***лой, гомо***ком и убл***ком. Мы теперь это знаем. Сначала читать Чехова, Нударадумбадзе, Шутару Ставели, Александра Сергеевича Пушкина. И только потом кино под моим присмотром. Потому, что они начнут свою киноэпопею с блатных фильмов новых русских режиссеров. И тогда мы придем к тому, что все то, чем жила страна за последнюю неделю, о желанной кончине деда Хасана, превратиться из сюжета, недописанного братьями Стругацких, нашу действительность. Нет. Мои дети будут добрые, умные и будут читать те книги и те кино, которые учат людей быть добрыми, но при этом сильными. Потому, что только сильный человек смотрит и почитает программу «Каково», читает «Комсомольскую правду», растит детей, ухаживает за родителями в старости и знает одно – самую отчаянную зиму. Как потемнело, так и посветлеет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...